Радиация – это перенос энергии в виде электромагнитных волн и субатомных частиц. К природным источникам радиации относятся разнообразные радиоактивные вещества, присутствующие в почве, воде и даже организме человека. Каждый день человек вдыхает или потребляет с воздухом, едой или водой некоторое количество радиоактивных веществ. Высокие дозы облучения могут вызвать нарушение обмена веществ, лейкоз и злокачественные опухоли, а также лучевое бесплодие, лучевую катаракту, лучевой ожог и лучевую болезнь. Существует несколько способов защиты от радиации. Первое – увеличение расстояния до источника излучения. Всемирная организация здравоохранения акцентирует на том, что гражданским лицам следует придерживаться трех основных принципов. Не выходить на улицу, быть в курсе актуальной информации и следовать инструкциям государственных органов власти. Самостоятельная эвакуация, не согласованная с государственной системой, может показаться хорошим способом защиты, но на деле значительно повышается риск паники и, как следствие, пробок на дорогах. Второе – экранирование между организмом и источником излучения. Радиоактивные продукты взрыва атомной бомбы испускают три вида излучения – это альфа, бета и гамма. Альфа-излучение довольно слабое, от него вы сможете защититься буквально листом бумаги, а значит ваша одежда, резиновые перчатки и респиратор уже защищают. От бета-излучения экранируют плексиглаз, слой алюминия, стекло, противогаз. То есть в вашем доме вы будете в безопасности. От гамма-излучения экранируют тяжелые металлы, например, вольфрам, свинец, сталь. Третье – применение химических препаратов – радиопротекторов. Применение радиопротекторов может быть эффективным при условии непродолжительного пребывания в опасной зоне, а также применение до контакта с радиацией. Кроме того, специализированные препараты очень сложно приобрести, а наибольшую эффективность они обретают в очень высоких, токсичных дозах, что может привести к повреждению организма. Один из наиболее доступных радиопротекторов – это едиткалия. Во время взрыва происходит выброс радиоактивных веществ, большую часть из которых занимает изотоп йода. Щитовидная железа работает на йоде, и идея применения едитокалия заключается в том, чтобы дать этот йод до того, как она начнет его употреблять из радиоактивных изотопов. Это снижает риск рака и других болезней щитовидной железы. Важно понимать, едиткалия защищает только щитовидную железу и только при условии применения до облучения. Профилактика едитокалия будет наиболее эффективна за полчаса до облучения, постепенно снижая свою эффективность в течение двух часов после облучения. После двух часов применение неэффективно. Рекомендации по приему данного препарата будут сильно разниться в зависимости от масштаба угрозы, длительности пребывания, возраста человека и так далее. Дополнительную информацию вы получите в описании к этому видео. Спасибо за просмотр! Если у вас остались дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на все по мере возможности будем отвечать. Подписывайтесь на наш патреон, там будет развернутая статья со всеми инструкциями и ссылками на источники. Всех люблю, целую, встретимся вживую. С вами был проект Кайл Сурвайвл. Субтитры сделал DimaTorzok